Расчеты на прочность при кручении. Рассмотрим данные расчеты на примере стержня, который у нас с одной стороны имеет жесткое закрепление, с другой стороны имеет свободный конец. И нагружена сосредоточенным моментом L, равным 5 кНм, и распределенная нагрузка, имеющая интенсивность 4 кНм, умноженная на метр и деленная на метр. Стержень у нас имеет круглое поперечное сечение и выполнен из стали с допускаемым касательным напряжением 100 мегапаскалей. Для расчетов на прочность нам необходимо определить самое нагруженное сечение. Для этого нам необходимо построить силовой график. Вводим систему координат. Система координат привязывается к крайнему левому сечению. Начало отсчета у нас находится вот в этой точке. Ось Z направляем вдоль оси стержня. Следующим этапом мы разбиваем стержень на участке. Значит, напоминаю, что границами участков являются начало и конец стержня. Начало и конец распределенной нагрузки. А также точка приложения сосредоточенного момента. Таким образом, у нас наш стержень имеет два участка. При кручении возникает внутренний силовой фактор, который называется крутящий момент. Начинаем писать уравнение. Момент крутящий как функция координаты Z. Любое уравнение силовое начинается с нулевого параметра. А дальше мы смотрим ту внешнюю нагрузку, которая у нас действует на стержень. Чтобы увидеть, какая нагрузка действует на первом участке, мы мысленно разрезаем в произвольные точки первый участок. Все, что находится справа, мы отбрасываем. То, что слева, записываем в уравнение с противоположным знаком. Значит, у нас в начале стержня приложен сосредоточенный отрицательный момент, так как он создает вращение по часовой стрелке. В уравнение мы его записываем со знаком плюс. Сосредоточенный момент записывается без всяких сомножителей. Других нагрузок на первом участке у нас нет. Теперь рассмотрим второй участок. Для этого мы мысленно разрезаем в произвольной точке второй участок. И отбрасываем то, что находится справа от рассматриваемого сечения. Мы видим, что у нас на втором участке появилась положительная распределенная нагрузка. В уравнение мы ее вписываем с противоположным знаком. Интенсивность умножаем на Z минус координата сечения, где началась распределенная нагрузка. Распределенная нагрузка у нас идет до конца стержня, поэтому она не требует компенсации. Таким образом мы с вами написали уравнение. Теперь нам необходимо определиться, чему равен момент в нуле. Глядя на расчетную схему, мы видим, что в нуле у нас свободный конец стержня. На свободном конце стержня никаких реакций не возникает, поэтому мы можем написать граничное условие, что момент, крутящий в нулевом сечении, равен нулю. То есть это слагаемое в уравнении мы можем не учитывать. Теперь рассчитываем наше уравнение по участкам. Первый участок имеет границы от нуля до двух L. Уравнение у нас с вами от начала до первой разделительной линии. Смотрим, что в этом уравнении у нас в зависимости от координаты Z нет. Поэтому мы можем написать, что момент, крутящий в нуле, равен моменту, крутящему в двух L. И равняется это L. То есть это равно 5 кН на метр. На втором участке, который имеет границы от двух L до трех L, уравнение, которое действует, это от начала до второй разделительной линии. В нашем случае, то есть до конца уравнения. Рассчитываем в обоих граничных точках, в двух L и в трех L. Момент, крутящий в двух L, будет равен L минус M, умноженное на 2L минус 2L. То есть если мы подставим числовые значения, будет 5 минус 0, то есть 5 кН на метр. Момент, крутящий в трех L. Точно так же подставляем за место Z, 3L. То есть это будет L минус M, умноженное на 3L минус 2L. В числовых значениях это будет 5 минус 4, умноженное на 3 минус 2. То есть получается равно 1 кН на метр. Таким образом мы просчитали все значения для построения графика. Рисуем нулевую линию. И откладываем. На первом участке у нас и в начале, и в конце 5 кН на метр. Соединяем прямой линией. На втором участке в начале 5, в конце единица. Соединяем прямой линией. Все значения находятся выше нулевой линии, то есть это область положительных значений. И наносим штриховку вертикальную от графика до нулевой линии. Таким образом мы с вами построили график крутящего момента. Можем его проверить. На первом участке никаких нагрузок у нас с вами нет. Поэтому график должен представлять постоянную линию. У нас на протяжении всего первого участка график равен 5. На втором участке есть распределенная нагрузка. Поэтому должно на графике происходить плавное изменение. Что у нас и происходит. Теперь анализируя график, можно сказать, что все точки первого участка равнонагружены. То есть имеет одинаковый крутящий момент. То есть разрушение стержня может произойти в любой точке первого участка. И все зависит от наличия внутренних дефектов. Для расчета на прочность мы берем максимальный по модулю крутящий момент. Теперь мы с вами записываем условия прочности для кручения. Оно у нас равно. Касательные напряжения максимальные равняются отношению максимального крутящего момента к полярному моменту сопротивления сечения. И это должно быть меньше или равно допускаемого напряжения. В этом выражении единственное неизвестное – это полярный момент сопротивления. Ее и выражаем. W ρ будет равно максимальный крутящий момент, деленный на допускаемое касательное напряжение. Исходя из нашей задачи, максимальный крутящий момент – это 5 кН. Допускаемое касательное напряжение – 100 мегапаскалей. Поделив, мы получаем, что это выражение равно 5 стутысячных метра кубического. Для круглого сечения полярный момент сопротивления из справочника, можно посмотреть, равен 0,2 диаметра в кубе. Раз полярный момент сопротивления мы уже знаем, значит мы можем найти диаметр. Диаметр будет равен корень кубический из отношения полярного момента сопротивления к 0,2. Подставляем наши числовые значения. И получаем, что диаметр будет у нас равен 0,063 метра. Для изготовления мы можем взять диаметр равный 65 мм. Продолжение следует...